Музыка Мы находимся зараз у дворика дома правого человека на эмиграции, это белорусский дом правого человека, который працует в Вильнюсе больше за 10 лет. И тут отбываются вельми шмат эдукационных, освятительских мероприемств правооборонщего с места, которые проводят правооборонщие организации, вот им лико правооборонщий центра «Весна». Для нас вельми важны такие эдукационные и освятительские мероприемства, круглые столы, школы, навучальные курсы, где молодь, в первую очередь молодь, могла бы отрымливать информацию и обмерковывать пытания, связанные с правами человека, с ситуацией с правами человека, которая развивается на Беларуси сегодняшний день. Мы лечим, что это одна из наибольш важных часток працы белорусских правооборонцев и приватности, правооборонщая центра «Весна». И мы вельми спадзеемся, что белорусская молодь будет больше активно баранить свои правы, но в сравнении с старейшим поколением. На базе Белорусского дома правового человека проводится космат розных научальных и адукационных и освятительских мероприемств. В первую очередь, для молодых, для одного из организаторов таких мероприемств, вельми важно тое, что после этих мероприемств, что выникам этих мероприемств, вельми часто становится активная позиция этих молодых людей до того, как оборонять право человека. Шмат наших выпускников адукационных мероприемств становится волонтером правооборонщих организаций. Я веду шмат кого, кто уже не только был волонтером, но уже являлся в правооборонщую деятельность и стали уже такими сталыми серьезными правооборонцами, которые работают, выкрыстывают на практике те виды, которые они получили во время этих мероприемств. С 2012 года в правооборонщем центре «Весна» есть на ее волонтерская служба. Молотикой задельничает у волонтерской службы, допомогая правооборонщему центру «Весна» у его працев. Так само молодец удельничает у эдукационных и освятительских мероприемств, которые проводятся не только в Менску, а и в разных городах Беларуси. Например, лекции, кинопоказы и инши. В мегатаге волонтеры занимаются мониторингом судовых посечений и мирных сходов не только в Беларуси, а и инши в Краине. Сегодня 26 апреля, и проходит акция оппозиции, посвященная годовщине Чернобыльской катастрофы. Инициатива «Контроль-бай» мониторит акцию на предмет мирности собрания. Камера для того, чтобы фиксировать в принципе все, что происходит, потому что бывает неудобно с телефона все это снимать вручную. Она как у меня висит, она будет снимать все, что будет происходить, там от драк, провокации до задержаний. Если что-то случится, то можно просто увидеть, найти это и как доказательство предоставить. Также мы отслеживаем деятельность правоохранительных органов на этой акции. В соответствии с международными стандартами они ведут это, охраняют ли они правопорядок. В принципе, общие данные, сколько людей предположительно, сколько сотрудников, милиция, охрана мероприятия, скорая помощь, пожарные и так далее. Все это фиксируется и указывается в анкете. Да, выглядит вот так. Мы стоим на позициях вокруг собрания людей и смотрим за тем, что происходит. Фиксируем все нарушения, все инциденты и впоследствии будем давать заключение. Нуждение проходит очно, независимо, беспристрастно и непредвзято. Сейчас мы находимся возле Перчимайского суда, Перчимайского района, потому что мою коллегу, наблюдательницу, задержали 25 марта 2018 года. Нас вместе задержали, держали в РУВД, на нее составили несколько административных протоколов. Нас много, мы все пришли поддержать Таню Мастыкину. Мы все надели вот эти жилетки в знак того, что мы действительно наблюдатели, они участники мероприятия, что это все законно. И вот у нас такой маленький флешмоб получился в поддержку Таню. Коллеги-волонтеры, поплечники, единомышленники пришли меня поддержать. Это было безумно приятно. Я чувствовала огромную поддержку. Не только со стороны их, но и со стороны правозащитного центра «Весна» в целом. Как на меня это все повлияло, в плане моей правозащитной деятельности, никак. Я собираюсь и дальше этим заниматься. И более того, я чувствую огромную поддержку. Показали победу! Показали победу! Все, есть, круто! Идем зараз открываться до вечера. Да, мне нужно, я иду с вами, но мне нужно тут еще сказать три предложения, которые я не могу сказать. Какие из них? Ну, я как бы мысль чувствую, чувствую мысль, но сказать не могу. Ну давай, давай, постарайся. Про что это? Ну, про то, что вы крутые. Про то, что мы крутые. Про то, что мы будем... Мы супер. Мы молодцы. Мы правооборонцы. Да, мы занимаемся... Вообще заниматься правозащитной деятельностью это клево, ребята. Приходите к нам! Продолжение следует... Музыка Субтитры сделал DimaTorzok